Перевезивая Олеся И снимать в аренду жилье Что и очень трудно с финансовой стороны Для данной семьи У нас больше нет условий Любой кто-нибудь будет В 20 градусов мороза Будет жить в этом доме У нас нет ни отопления Нормально нет ничего Вот У нас там дверь И у нас отсюда постоянно идет холод Я переехала в Богдановку Я вот с этим Жить просто здесь невозможно Я жила Три зимы здесь Вот в таких условиях У меня дети из больницы не выходили Старшие у меня из больницы вообще не выходили Я переехала в Богдановку Я сняла квартиру Я получаю ту зарплату Что я получаю У меня даже не хватает На коммунальные и на аренду квартиры Все в одной комнате И кушали, и спали еще Мама в школах Крыша обвалена Лекарства никогда в дождь или снег Все течет сюда Мы получаем только соцпомощь 380 лар Но у меня даже У меня не хватает 380 лар Даже, грубо говоря, на 10 дней Потому что Мне нужно и матери лекарства купить У моего матери очень дороже Ей нужно и лекарства купить Ей нужно и двоих детей посмотреть Когда сын у меня помер У нас у нас средств не хватало Чтобы мы сюда вот перешли Вот по-моему и сделали В этом году Также из местного муниципалитета Семья Переверзовой получила Социальную помощь в размере 1000 лари Но эти деньги Также не помогли Решение проблемы данной семьи 700 лари Один раз Потом привезли вот этот по-моему Потом еще один раз 300 лари дали Что за 1000 лари сделаешь чего-нибудь? У матери Олеси Также есть огромная проблема с документами Срок паспорта истек А новую не может получить Так как не имеет НЕСТО регистрации жилья А если не решится Проблема получения паспорта То Переверзова Мария Не будет получать пенсию Скоро пенсию получать через 6 месяцев А у меня паспорт Надо было менять Но бессрочную уже А мне сказали Паспорт написали Что ты нигде не прописан У тебя собственного дома нет Вот у меня проблемы еще с паспортом Конечно не получу я пенсию А как я получу? Потому что паспорт будет Уже у меня просроченный Жалко тут все оставлять Потому что Здесь вот сколько жили А вынуждены вот так делать Бросить и уехать Пока что Если кто сможет чем-нибудь Помолите пожалуйста Больше я ничего не могу сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Продолжение следует...